Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. На повестке этой недели очень много фундаментальных отчетов в США. Это важная статистика, которая напрямую повлияет на динамику доллара и может спровоцировать, я надеюсь новые предпосылки для развития восходящего тренда и в конечном счете позволит индексу доллара закрепиться выше 106 пунктов. Я полагаю то, что доллар в текущих условиях явно уже достойна то, чтобы торговаться, котироваться выше. К бэкграунду прошлой недели мы еще вернемся и я надеюсь то, что вы вместе со мной получите дополнительный фактор, который позволит вас убедить в том, что у доллара очень хорошие условия для сохранения исключительно бычьей динамики. В рамках этой недели, друзья, ожидаем в частности сегодня в 14.00 по GMT статистику по АСН активности в производственном секторе США. Также сегодня в 19.00 состоится выступление главы Европейского центрального банка Кристин Лагард. Завтра ждем выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла. В среду отчет ИДП по состоянию американского рынка труда, который традиционно предваряет выход от официальных данных по Non-Farm Parals. В среду также еще выйдет отчет по АСН активности в сфере услуг и будут опубликованы протоколы последнего заседания американского регулятора. Ну и, конечно же, важнейший релиз этой недели, хотя я, наверное, опущу эту фразу, потому что мы еще не знаем, как рынок отреагирует на риторику Джерома Пауэлла. Но все-таки, если положиться на классику рыночного анализа, конечно же, предстоящий релиз по Non-Farm Parals станет основным катализатором и триггером для движения на финансовых рынках. И как раз на этот отчет я возлагаю наибольшую надежду в плане того, что Non-Farm Parals смогут простимулировать рост американской валюты выше указанного уровня сопротивления 106 пунктов. Индекс доллара текущей котировки 105.25, максимум прошлой недели 105.70 и это максимальная отметка с начала мая. Доллар разобрался высоко, остается стабильным. У этого есть вполне понятные и естественные условия, в частности, макроэкономический фундаментальный фон, отчет по заказам товара длительного пользования, показатели по первичным заявкам на пособия по безработице и темпы роста американской экономики за первый квартал. Возможно, еще большую поддержку, чем сильная статистика. Доллару указали комментарии члены Совета управляющих ФРС Мишели Боуман, которая не просто отметила высокую вероятность того, что ставка будет оставаться высокой в течение длительного периода времени, ну и подчеркнула наличие предпосылок для того, чтобы ставка выросла. То есть Мишель Боуман поддерживает идею того, что на рынке легко сложиться условия, при которых Федрезерву придется дальше ужесточать национальную монетарную политику. Есть ли предпосылки для возвращения вот этого инфляционного тренда? Конечно же, есть. Тем более, что есть не просто предпосылки, есть прецеденты в других странах, о чем я ранее уже говорил, потому что в Австралии инфляция уже выросла до 4%, в Канаде она достигла 2,8%, это выше, чем показатели, которые мы наблюдали несколько месяцев назад. И, учитывая сильные показатели по личным доходам, личным расходам США, в частности, пятничная статистика, личные расходы выросли на 0,2% с прошлого значения 0,1%, личные доходы прибавили сразу на 0,5%. Тоже логически просуждать по факту, если просуждать по факту выхода этих данных, то легко можно прийти к выводу, что рост личных доходов, в конечном счете, может привести к увеличению потребительской активности. А за этим как раз и будут крыться более высокие показатели по индексу потребительских цен, которые заставят Федрезерв не торопиться со смягчением национальной монетарной политике. Я очень рассчитывал на то, что данные по базовому индексу расходов на личное потребление, показатели, которые вышли в пятницу, этот релиз станет еще одним катализатором для роста доллара, но по факту мы получили цифры, которые и ожидал рынок, 2,6% с 2,8% в годовом выражении. Но было еще под конец дня дополнительное смягчающее обстоятельство, это Мичигацкий индекс потребительских настроений, которое вырос с 65,6% до 68,2%. В целом, друзья, фундаментальный фон остается сильным, стабильным, который поддерживает идею того, что американская экономика остается бодрой и рост экономики вместе с ростом потребительской активности, все это может стать причиной более высоких потребительских цен и в конечном счете привести к тому, что американский регулятор отложит снижение плечевой процентной ставки на конец этого года. Мы пока по-прежнему ориентируемся на сентябрьское заседание, но чем больше мы получаем отчетов, тем больше убеждаемся в том, что статистика все меньше разочаровывает. И я остаюсь так же уверенным, как был еще некоторое время назад, в том, что доллар до сентября пока что имеет гораздо больше оснований для того, чтобы сохранить бычью динамику и выйти на новые локальные максимумы. Что касается золота, рынок драгоценных металлов, золотой актив в текущей потироке 1326 долларов за тройскую унису. Сантимент 50 на 50, но, как и раньше, для меня основное условие моих субъективных ожиданий того, что золото будет отнижаться, это идея роста американского доллара, за которым должны последовать верхы доходности американских облигаций. Поэтому я сторонник того, что золото с большей вероятностью закрепится ниже уровня 2300 долларов за тройскую унису. Евро против доллара 1,0750. Данные по уровню безработицы в Германии. Плохая статистика. По Германии мы хороших данных давно уже не видели, так же, как и в целом по еврозоне. Уровень безработицы в Германии вырос с 5,9 до 6%. Также хочу поделиться с вами результатами последнего опроса, проведенного аналитиками ЦБ по поводу ожиданий инфляционных в Европе. Большинство респондентов считают, что инфляция через год будет на отмеке 2,8%. Может показаться, что это очень высокое значение, но здесь другая, наверное, логика интерпретирования этих данных. Это в целом ожидание потребителей касательно того, что будет с потребительскими ценами. Если у нас есть возможность проанализировать тенденцию, сравнить результаты двух опросов и увидеть то, что потребители стали более уверены в том, что инфляция снизится, это предпосылка для того, чтобы индекс потребительских цен все же активнее пошел к целевому значению в 2%. И на этой неделе у нас будет возможность с вами проанализировать уже июньские данные по индексу потребительских цен. Я думаю, что эта статистика сможет нас еще больше убедить в том, что инфляционный тренд в Европе постепенно ослабевает. И даже по прогнозам базовый индекс потребительских цен может снизиться с 2,9 до 2,8%. Вспомним также, что говорили Филипп Лейн, Оли Рейн, которые являются чиновниками, представителями Европейского Центрального Банка. И на этой неделе нас ждет еще выступление Лагард. Я очень рассчитываю на то, что ее риторика будет такой же мягкой. И она станет причиной долгожданного снижения европейской валюты, уже закрепления уверенного ниже планки 1,07. Тем более, что этому также способствуют сейчас и результаты парламентских выборов в Европе, которые прошли в эти выходные, результатом которых стала победа ультраправых. Я уверен, что эта новость вам уже известна. Мы рассчитывали на такой сценарий и рассматривали его как еще одну причину, почему евро будет испытывать давление. Британская валюта против доллара 1,2656, сливориентир 1,25. Ситуация не меняется. 4 июля парламентские выборы в Англии. Могут быть сюрпризы, неопределенность довольно высокая. После парламентских выборов, я уверен, что мы и дальше будем фокусироваться на ожиданиях того, что Банк Англии продолжит смельчать национальную монетарную политику. И, соответственно, фунт будет оставаться такой же фундаментальной жертвой, как, например, европейская валюта. Цель 1,25 и потенциально даже ниже. Доллар канадец 1,3675. Я ожидаю роста в рамках этой недели. В пятницу выйдут данные по рынку труда. Для Канады прогнозы так себе. Ожидается рост уровня безработицы с 6,2 до 6,3%. И если мы по факту увидим действительно слабые цифры по канадскому рынку труда, то этот отчет на фоне потенциально сильных данных по Non-Farm Perils, на контрасте этих релизов, может забросить пару выше отметки 1,3750. Доллар иена 161, так же, как и раньше ожидаем, вмешательство Банка Японии и Минфина валютной интервенции необходимы. Нужно останавливать стремительную девальвацию национальной валюты. И, кроме как, без каких-то радикальных мер со стороны монетарных властей сделать это невозможно. Интервенции, либо чрезвычайное заседание, по итогам которого могут принять решение о повышении ключевой подсветной ставки. Наверное, по масштабу влияние воздействия не имеет значения, какое решение будет принято. Но то, что что-то нужно сделать, я думаю, что очевидно не только для меня. Я сторонник того, что пара будет все-таки с прицелом дальше на развитие нисходящей динамики и целевой ориентир 155 и ниже. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока.